Ну а после утреннего заседания депутаты разошлись по комитетам. Кто на заседании в бюджетный, кто в регламентный, где рассматривали представление ГПУ о снятии неприкосновенности с Михаила Добкина. Стороны не только выдвигали аргументы, но и кино показывали. Два фильма, две версии. Среди зрителей был и наш корреспондент Александр Васильченко. Зал регламентного комитета заполнили журналисты. Все в ожидании нардепа Михаила Добкина. На заседании парламентарий пришел в сопровождение двух адвокатов и коллегий по фракции Нестера Шуфрича. Еще в ходу заявил, ему есть чем удивить обвинителям. Сумел подготовить еще ряд серьезных доказательств о том, что прокуратура фальсифицирует документы, обманывает общественность и придает недостоверную информацию членам регламентного комитета и голове Верховной Рады. Я такое кино снял. Не хуже, чем с агентом Кати. Но со своим кино первым начал генпрокурор. На видео информация о якобы незаконных схемах, с помощью которых в 2008 году Добкин, тогда еще мэр Харькова, отдал в частную собственность двум кооперативам 78 гектаров земли. И по версии следствия проталкивал в горсовете земельные голосования в пользу определенных лиц. По официальным документам участки предназначались для улучшения жилищных условий. Но люди, которые якобы входили в кооперативы, продолжают жить в общежитиях. А на этих землях выросли многоэтажки. Ущерб государству в ГПУ оценивают в 226 миллионов гривен. Следствие вважает, что в действиях головы Катеринской стороны Пану Добкину, вважающего знаки сприяния, покраски и распространения коммунальной властности, особенно в крупных розборах. Прошу дать дозвину на протягивание Пану Добкина в экономической виблиотеки, его затримания и арест. В фильме Михаила Добкина все иначе. Возведенные многоэтажки на самом деле находятся на заброшенных пустырях. Сотни рабочих мест и миллионы в бюджет города. Нардеп свою вину категорически отрицает. Заявляет, кооперативы создавались законно. Вопрос о предоставлении им земли в регламент горсовета вносили за месяц до сессии. Повлиять на голосование, говорит Михаил Добкин, он не мог, поскольку все они проходили тайно. Я могу сказать, что кроме желания, желания свести с одной счеты, я не видел больше ни одного доказательства из выступления генерального прокурора, которое бы подтверждало мою виновность. В конце своего выступления Добкин продемонстрировал портрет первого секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Нардеп считает, нельзя в современной независимой Украине подозревать чиновников в нарушении закона, принятого в 1980 году. Те законы, по которым меня пытаются привлечь к ответственности, они принимались при лените лечеб. Это дело не закончится ничем. Потому что любая статья, которая подразумевает мошенничество, здесь должен быть потерпевший. Покажите мне потерпевший. Кто потерпел? Потерпела территориальная громада, получив 6 тысяч квартир. В свою очередь, Луценко заверил нардепа, что следствие проверит, кто вселился в построенные дома. Когда мы проанализируем, кто живет в этих, как вы говорите, скромных домах, мы увидим всю элитию, действующих депутатов Верховной Ради, колишних и нынешних прокурорей, колишних и нынешних судей, колишних и нынешних працівников милиции и полиции. Может быть, известно, почему никто не протестировал, никто не сможет пройти эти вещи. Поэтому тут, на судовом, сначала сейчас программа, а потом на судовом мы засидали. Суд встановлен. Чебова схема шахаристует, а мы будем доводить, что так была. После совещания регламентный комитет принял решение. Обвинения против Добкина аргументированы. Голосовать и снять иммунитет, а с нардепа в парламенте будут уже завтра. Александра Васильченко, Евгений Каминский. Подробности, телеканал Интер. А вот уже лишенным неприкосновенности Разумлату и Полякову завтра будут вручать подозрения. Для этого генпрокурор вызвал обоих депутатов к себе в офис на 14.30. После этого, по его словам, нардепами займется антикоррупционный прокурор.